Ну теперь на самом деле наступает самый интересный момент, Константин Витальевич, вы с нами? Да, наступает самый интересный момент, ответы на вопросы, и сейчас я так думаю, что у нас вопросов уже накопилось, у нас очень много вопросов накопилось. Ну достаточно, да. Да, ну что, Сергей Михайлович, давайте начинаем. Давайте, поехали, начинаем. Я на самом деле, когда обсуждалось это мероприятие с Григорием Коломиченко, мы обсудили использование тресоли в качестве буфера. И в городе Сочи, я видел, прямо стоят эти банки с тресолем, которые они работают. И вот смотрите, какой раствор предлагают наши коллеги, ребята. Это вода 100 мл, натрий хлорид 5 г, калий хлорид 1 г, сода 4 г, и уже 4 года они работают. Оксана Васильевна, на тресоли никогда не работали, не рассчитывали раствор ПАЖ и эффективную концентрацию? Нет, мы на тресоли не работали, но судя по тому, что там 4 г натрий-гидрокарбоната, я думаю, что там, наверное, все-таки щелочная среда. ПАЖ получится, да. Ну, отлично. Это надо посчитать, посмотреть. А вообще, самое лучшее – это узнать это с помощью ПАЖ-метра. Да, ну вот, то есть, вообще прямо проверить. Проверить, да. От Алексея Надвиков вопросу, вернее, комментарию. У некоторых производителей 10% лидокаин есть не только антиаритмическое показание. Константин Витальевич, здесь бы я, на самом деле, с вами бы пообщался. Ну, и, наверное, Андрей Викторович и Оксана Васильевна. Вы действительно в своей клинике, Константин Витальевич, используете 2% лидокаин для создания тумисцентного раствора всего объема. Правильно я так подозреваю? Да, 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 да. Девочки разводят, если она там 10. И то есть, если на 10, на 16 операций в день развести, там придется открыть, ну, я не знаю, сколько у нас открывать-то должна сестра операционная. Ничего сложного, ничего на сумму не сойдет. Наоборот, будет ренервация очень быстро, научится рано или поздно открывать эти вещи. Я говорю, просто это уже веками испытано и веками проверено. Если на стене висит ружье, оно рано или поздно выстрелит. Если у вас в клинике есть 10% лидокаин, обязательно перепутают рано или поздно. И кто-нибудь ведет 10% лидокаин. Если его нету в клинике вообще, то такая проблема не возникнет. Вот просто... Ну, моторесурсов так в 5 раз больше надо будет использовать. Абсолютно. Ничего не надо. Как раз вот насчет этого переживать не стоит. У нас сестры очень быстро делают. В любой клинике вот открывают эти ампулы раз, раз, раз. У нас была просто проблема с 10% лидокаином, он кончился. И когда мы начали для операции готовить эти растворы, а ампулы открывать, ну, как-то я посмотрел, что это, конечно, тяжеловато. Ничего тяжелого нет. Это девочки уже начинают лениться, видимо, после того, как они привыкли. В 16 операциях ты не поленишься в день. Сергей Михайлович, абсолютно, вот если просто это нормальная рутинная практика, никаких проблем это вообще не вызывает. Оксана Васильевна, у вас десятка или двушка? У нас десятка, да, но у нас не разводят медсестры ничего, поэтому я делаю все сама и... Интересно. Всегда 10%. Андрей Викторович, вы каким процентом пользуетесь? Мне уже просто интересно здесь присутствовать. Мы не пользуемся лидокаином вообще. У них артикаин. А, то есть вы уже все, перешли по полной программе в артикаин? Да, мы лидокаином наелись в свое время, были такие проблемы, и мы ушли от него. Ну, комментируя... Вообще, у нас была правильность в здравомодзоре, и 10% лидокаином нельзя держать. Манипуляционных, операционных, он как антиаритмический препарат только должен использоваться. Я не читал вот эти показания, как другие, нежели антиаритмическая его активность. Ну, и как... Начинаем дальше, конечно, на Аллахе, да? Угу. Слышите меня? Да, да, да. И, конечно, можно понять. Все остальные наверняка перепутают и разведут концентрацию такую, что мы просто убьем человека. Аксена Васильевна? Это все зависит от фирмы-производителя. То есть в некоторых аннотациях указано только как антиаритмическое, а в некоторых как местная анестезия. Для 10%. То есть выбираем тот лидокаин, который с местной анестетикой. Мне показалось тоже, мы открывали инструкцию, у нас было написано, для местной анестезии используется. Для местной анестезии, да, у нас написано. Для местной анестезии, для опекальной анестезии в лор-практике используется 10% лидокрин, они смачивают латную палочку, и вот там опекальную анестезию делают. 10% лидокрин, он брызгают 10% лидокрин, вы знаете, да? Да, это вопрос о жидкой форме. Да, да, да. Аксена Васильевна, жидкая форма, у нас спрей 10% лидокрин используется, эндоскописты его любят. Да, он используется, но время действия его, время-то, начало действия очень высокое, это нас не устроит ждать столько. А я подозреваю, что через кожу он вообще... Ну нет, если эмола начинает действовать через 60-е и так далее, то есть я так полагаю, что и спрей начнет действовать так же. И что у нас технически, как это все будет выглядеть? Стеркаин боли привлекателен, да, но он очень токсичный, и вообще я даже, честно говоря, не представляю, как его использовать в наших условиях. Хотя вот этот анестоп, который используется для обезболивания перед пирсингом, он содержит тетракоин. Ну, мало очень исследований по тетракоину, поэтому не берусь утверждать, насколько он... Оксана Васильевна, а вы эмолу использовали в своей практике? Эмолу да, эмолу мы использовали, честно говоря, мне тоже это не очень нравится, когда мы намазываем обертывание пищевой пленкой, ждем два часа. Да, но были случаи, когда пациентка настолько плохо перенесла операцию на правой ноге, что левую пришлось ей завернуть. И да, эффект был, она гораздо спокойнее лежала, сказала, что ей ничего не больно, что надо было ей... Андрей Викторович, у вас местные препараты эмола в практике есть? Нет, у нас этого нет. Мы стараемся все максимально упрощать и упрощать методику разведения анестезии. Чем меньше будет склянок всяких ампул, тем лучше. Мазины тоже эти всякие эмолы не используем. У нас просто на это нет такого времени, чтобы ждать, пока все это подействует. Да, я тоже думаю, что мы ровно из-за этого отказались. Он действительно работает, но когда мой коллега Сергей Деркачев рассказал весь этот танец с бубнами, что нужно намазать дома, забинтовать бумагой, при поступлении пищевой пленкой, потом при поступлении еще раз это повторить, да, эффект есть на самом деле. Вопрос другой, что мне этот эффект уже в таком вот исполнении, он уже просто, наверное, не нужен. Константин Витальевич, ВМЛу как? Жалуете? Вы знаете, одно время мы очень, объективно это дело пытались внедрить в клиническую практику, но вот что-то оно не пошло. И мое мнение такое, знаете, что вот, например, аппендектомия, очень распространенная операция, ее делают во всех сельских амбулаториях, потому что это классная операция, она очень хорошо помогает при остром аппендиците. Вот с Эмлой что-то не то, как-то не так, она помогает, все начинают и потом со временем отказываются. Сергей Деркачев, у него есть такая особенность характера, он такой очень, как бы это сказать правильно, ну не то, что упертый, да, ну вы знаете, у него такая очень настойчивый человек, доктор, вот, и он может пациентов заставить, чтобы они дома обертывали. Я, видимо, не настолько настойчивый, и через одного они у меня дома, во-первых, забывали обернуть, либо обертывали совсем не так, как нужно. В общем, в итоге просто отказались. И для меня вот все, что я слышу, все начинают и все заканчивают, потому что все хорошо, эффект есть, но вот эти вот танцы с бубнами никому не нравятся. Вопрос от Рустяна. Да, извини, пожалуйста. Я хотела пару слов про танец с бубнами. Вот, кстати, тетракаин, который аметокаином называется не у нас, не в нашей стране, он также вот надо намазать, подождать 10 минут, смыть, потом опять намаз 10 минут, и потом 5 минут смыть, и тогда вот можно все обезболить, значит. Ну, отлично. Вот с этими названиями тоже истерия. Я с бубнами увидел название в хэндбуке, к слову сказать. Ну, я даже полез посмотрел, а это оказался обычный ледокаин. Ну, как бы хорошо, ладно, хорошо. Вопрос от Рустяна Щебарова. Андрей Викторович, спасибо за доклад. Вы добавляете в томисцент адреналин? Да, мы без адреналина не работаем. Мы считаем, что он уменьшает кровоточивость, усиливает действия местного мастетика, снижает частоту и выраженных каких-то побочных токсических явлений. Ну, и какие-то есть у него свои дополнительные положительные моменты, как лучшее спазмирование, может быть, стволов большой и малых подкожных вен, лучшее обжимание вокруг световода за счет действия адреналина. Он же также обескроливает большую подкожную вену, и прилипание световода за счет действия адреналина также менее выражено, ну, и обработка вены, на мой взгляд. Ну, это все предположение, конечно, да, проходит более качественно. Меньше карбонизации световода, когда мы используем адреналин в составе... Это собственное наблюдение, да, про карбонизацию? Это да, это собственное наблюдение, просто такие вот из практики. Принято. Оксана Васильевна, у вас адреналин был в тех растворах, которые вы описывали, 0,2% или ДКН? Да, мы всегда используем адреналин. То есть у вас стандартно адреналин входит. Сколько вы берете адреналина на литр воды? В целом получается 0,5 мл. 0,5 мл на литр. 0,5 на литр. На литр, да. Спасибо. Какой артикаин в проценте? Это от Фархо Думарова вопрос. Какой артикаин в процент брать? И в каких пропорциях развести его для тумисцентной анестезии? Андрей Викторович, я вас попрошу, расскажите, артикаин в одной концентрации всегда в ампулах выпускается? Или есть разновидности? Как приготовить правильно рабочий раствор? Разные производители выпускают различные процентные содержания. Мы считаем в миллиграммах, а не в процентах. Есть один отечественный производитель, где в миллилитре содержится 20 мг препарата. 20 мг артикаина, 5 мл. Получается в ампуле 100 мг. И мы добавляем 3 ампулы, 300 мг препарата на литр раствора. Получается 0,03% раствор. Но есть еще артикаин импортного производства. Он больше применяется в карпулах для стоматологии. Хотя, конечно, если следы инструкции по его применению, им инфляционную анестезию и хирургии проводить нельзя. Но импортное нам нравится гораздо больше. И из своей какой-то личной практики артикаин, который содержится в карпулах, именно импортного производства, он как-то лучше работает, лучше обезболивает. Там в карпулах содержится 40 мг препарата в 1 мл. Карпула 1,8 мл. Получается в 1 карпуле 72 мл. Умножаем на 5. Это где-то около 300-350 мг получается. Соответственно, мы тоже получаем примерно 0,03% раствор. Адреналин, сразу скажу, входит в состав артикаина из карпулах, например, для препаратов для безбольной стоматологии. И есть препараты нашего отечественного производства. Там тоже входит уже, там добавлен уже адреналин, определенная концентрация, по-моему, 5 мкг на мл, если не ошибаюсь. И что у нас получается? Мы берем, если мы имеем наш препарат отечественный артикаин, мы берем 3 ампулы 5 мл, по 3 ампулы, то есть 15 мл препарата. Мы берем физраствор, литр, мы берем соду, все это смешиваем. И нам не надо тетроватый адреналин. Все очень удобно. То есть в нашем растворе три компонента. Это 3 ампулы артикаина с адреналином, сода и непосредственно физраствор. Спасибо. Сергей Сайганов еще уточняет, добавляете гидрокарбонат натрия, сколько добавляем? То есть третий компонент, вы назвали, что он есть, сколько его добавляем? Да, всегда добавляем. 150 мл тоже для простоты дозирования. 400 гидрокарбонат 150 мл. Окей, Оксана Васильевна, у вас гидрокарбоната на 1 литр получится сколько? Здесь получается у Андрея... Это зависит от концентрации. Концентрация 0,02. Про 0,02 это получается... Ну если вам удобнее, 0,05 там давайте. 0,02 это 29 и 29. 29, 30 мл. Нет, нет, плюс 29. Просто у нас мы рассчитываем не на литр, мы рассчитываем на 500 мл. У нас отдельно мы наводим, разводим раствор для минифлеботомии, отдельно для иголого. Для иголого, как правило, нам 500 мл всегда достаточно. Поэтому мы всегда разводим на 500 мл. Это 29 мл. 4%. Соответственно, на 1 литр 60 мл будет. Ну, приблизительно так, да. Ну, как-то... Вот на самом деле по гидрокарбонату очень серьезный разброс, на мой взгляд. Прямо я понял, как вы высчитывали, я вижу, что все равно очень серьезно отличаются эти концентрации. Оксана Васильевна, скажите, пожалуйста, есть ли это от Евгения Дрона вопрос, если охлаждение снижает болевую чувствительность, почему введение теплого раствора анестетика снижает болевые ощущения? Нелогично ли вводить охлажденный раствор? У меня на самом деле такой же был вопрос. Оксана Васильевна. Нет, нет. Здесь идет речь об охлаждении кожи. То есть, когда мы охлаждаем кожный покров, знаете, принцип тот же, который используется... Клакс. Да. Если мы охлаждаем именно кожный покров, тогда мы обезболиваем именно тот участок кожи, где мы делаем прокол, то есть, где мы инъекцию делаем. Инъекция более приятная становится, менее болезненная. А введение под кожу именно, под кожу вводить имеет смысл теплый раствор. То есть, если мы не можем использовать теплый раствор для эволоб, потому что чаще всего мы используем, охлажден на 4% раствор, то мы можем для минифлебоктомии использовать теплый раствор. То есть, не все так однозначно? Не все так однозначно. Но нам-то проще, потому что, видите, мы не разводим на литр, мы делаем отдельно раствор для минифлебоктомии, отдельно для ЭВЛО. Для ЭВЛО мы, грубо говоря, берем физраствор из холодильника, а для минифлебоктомии подогреваем. Из микроволновки. Из микроволновки. Какая прелесть. Андрей Викторович, а вы с температурой как общаетесь? Или у вас комнатная температура для раствора? Да, нет, у нас все стоит в холодильнике, и мы все стараемся упростить. У нас один и та же концентрация раствора и для минифлеба, и для когуляции стволов, чтобы не путаться, чтобы не перетыкать и не звать сестру. У нас все хранится в холодильнике, и мы все используем охлажденным, до уровня плюс 5-6 градусов, наверное, получается. Ну, да, я подобные исследования тоже слышал. Оксана Викторовна, вопрос от Рустяна Генея Туляевича. Добрый вечер. Делаете ли вы премедикацию перед тумисцентной анестезией и атропин под вопросом? Нет. Не делаете? Премедикацию вообще не используем в клинике. Андрей Викторович, у вас есть премедикация? Нет, ну, в атропином сложности могут быть в плане хранения и так далее, поэтому мы ее не пользуемся. Вот, я только хотел сказать, что это препарат группы А, и я, честно, признаюсь, лет 10 назад мы проводили исследование, которое показывало фенотип стрессорной устойчивости, то есть, ну, грубо говоря, треть пациентов стрессорно не готова к операции, в особенности в условиях местной анестезии. И мы, если честно, феназепам-то у нас идет, и если пациент нервничает, у нас премедикация идет в параллель с профилактикой венозных тромбоэмболических сложений, то есть за 2 часа мы делаем фрексипарин, и за 2 часа мы делаем феназепам. То есть это тот фенотип стрессорной устойчивости, когда пациент вам рассказал, потому что я очень сильно боюсь, давайте договоримся, сделаем феназепам, вопросов нет никаких. Ну вот с атропином мы еще термодол как-то делали, но у нас большая клиника, нам все что угодно можно сделать, но это такой заход на большую дистанцию, он в крови плещется еще 24 часа, и исходя из того, что мы пациента отпускаем домой, это, наверное, не самый лучший вариант. Вы знаете, у нас уже, наверное, передача много, несколько месяцев назад, была передача, мы приглашали психиатра, помните, да? Да, да, да. Ксению Александровну, да. Она мне когда-то давно посоветовала использовать противотревожный препарат, называется Атрикам. И этот препарат действительно, он обладает очень выраженным таким противотревожным действием, и у человека возникает такое состояние, не то, что сонливость, как бы, а ну такой вот, очень спокойный человек становится, то есть снимается все признаки, внутренние и внешние признаки тревоги. Почему я так уверенно говорю? Потому что я на себе решил его испытать, посмотреть, как это дело работает. Вот. И мы не используем феназепам, мы не используем такую примендикацию, тем более Атропин, я в нем не вижу смысла никакого абсолюта, потому что мы не работаем там на брюшной полости, на брыжей, тянем, не тянем, ничего. А вот препарат Атрикам, мне кажется... Константин Витальевич, а Атрикам этот, он дается в клинике или пациент сам его покупает? Его можно купить в клинике, не, ну в клинике, конечно, с вами покупать ничего не будет, тем более он по рецепту. За сколько до операции? Буквально действие возникает за 20 минут, то есть пока он там переодевается. То есть там два часа ждать не надо? Не надо ничего. Вот человек заходит, ему дается таблеточка, пока он раздевается, выкладывается на стол, он начинает действовать. Тревога снимается очень хорошо. Я рекомендую каждому на себе попробовать испытать такой препарат. Что-то вы насмеялись при этом? Почему? Потому что просто почувствуйте. Не, не, я с собой в отпуск ничего не брал, конечно же, не кушаю таблеточку. А то есть он не рецептурный, свободно в аптеке подается? Он рецептурный, да, он рецептурный, но выписать рецепт, я думаю, для любого доктора проблем не составляет. А его действия, вот я просто на себе еще его испытал, действительно стимает все вот эти вот чувства тревоги у человека. Пойду попробую пару таблеток. Да, да, да. Пару не надо, достаточно одной таблетки, даже полтаблетки, честно говоря. Ну тут у всех масса разный. Сергей Батпаев спрашивает, наркотические анальгетики кто-то использует в качестве примедикации? Ну вот я про медол, наверное, могу опыт свой сказать. Да, он работает, он работает не так быстро, как нам хочется. Через час-через два мы брали пациента в операционную, но вопрос к другому. Очень долго он в крови находится. От Алексея Надвикова. Производители 10% лидокаина, в показаниях которых есть анестезия. Мос, хим, фарм, препараты, озоны и дальше. То есть, в принципе, при желании можно найти производителя, которым будет допустимо использовать 10% лидокаина. Я могу сказать, что по чату очень много комментариев, что 10% лидокаин нельзя использовать, можно использовать. Артем Семенов включается в разговор о том, что нельзя использовать для инфильтрационной анестезии. Давайте читать инструкцию к препарату и смотреть, можно или нельзя. Скажите, пожалуйста, насколько дороже выходит анестезия артикаином? Андрей Викторович, чисто практический вопрос от Давида Уберия. Насколько дороже артикаином пользоваться? Да, мы это подсообщитывали. Анестезия лидокаином где-то выходит 20 рублей на пациента, 20-30 рублей. Артикаин где-то 200-250 рублей стоит. Конечно, это где-то в 10 раз дороже, но при цене, скажем, операции в 30-40 тысяч рублей это копейки. То есть между ними разница сколько получится в рублях? Ну, сейчас... Ну, 200 рублей. Ну, то есть в районе 200 рублей обойдется анестезия. Ну, не критично, на самом деле, для процедуры. Да. Можно это обозначить как новый вид какой-нибудь анестезии, проведение усиленной анестезии. И, пожалуйста, продавайте под дополнительную услугу и зарабатывайте на этом деньги. От Шахзода Закирхона вопрос. Есть ли аллергия на лидокаин и артикаин? Какая тактика у вас? Оксана Васильевна, есть ли у вас на лидокаин и артикаин аллергия? Вы чего сделаете? Я не верю словам пациентов. Я отправляю их в лабораторию. Они сдают кровь на антитела. И, честно говоря, может быть, человек 10 я отправляла, чтобы они сдали анализы. И ни разу они не принесли положительные результаты. Оксана Васильевна, иммуноглобулины, да? Отрицательные, да. Но мы про них говорим. Да, на лидокаину, артикаину. В клинике можно это сделать без проблем. У вас такая же тактика? То есть, если кто-то сообщил о том, что есть аллергия на местную анестетику, иммуноглобулины будем сдавать? Ну, я бы применить тактику сдать иммуноглобулины Е. Но, мне кажется, проще и спокойствие, чтобы сохранить психику пациенту, просто взять на локаин, сделать анестезию на локаином. И таких пациентов немного. Взять анестетику из другой группы, из группы амидов. Возможно, там будет проще. Можно? Да, пожалуйста, Оксана Васильевна. Я считаю, что имеет смысл вообще это делать. Даже не из-за того, что мы операцию планируем. А жизнь у пациента большая. И он все-таки должен знать, на что у него аллергия есть, на что у него аллергии нет. Потому что мог же быть какая-то экстренная ситуация, ему потребуется анестезия. Я думаю, что если приходит пациент, который говорит, что у него аллергия, надо обязательно удостовериться, есть ли она на самом деле. Я могу сказать, что на тех бланках, которые приходят к нам с заключением по иммунному глобулину Е, у нас всегда стоит срок годности один день. Меня так это возмутило. Ну, то есть, как же я это? Отправил его? Он мне приносит через три дня. Срок годности один день. Поэтому, в принципе, да, конечно, вы там получили свои заключения, но я подозреваю, что они тоже страхуются. От Алексея вопрос Надвикова по поводу температуры раствора. Я думаю, наши коллеги ответили. Андрей Викторович, вопрос от Яны Репиной. Сколько времени пациент после операции находится под наблюдением в вашей клинике? 30 минут. 30 минут. Оксана Васильевна? Да, где-то так же 30 минут. Ну, у нас он находится еще в следующую операцию, потому что мы заняты, заниматься им некому, поэтому он находится там 40 час, может быть. Как получится. Есть ли у кого-то бланк согласия на местную анестезию? И оформляете ли вы дополнительное согласие на местную анестезию? Оксана Васильевна? Мы нет, не оформляем. А Рафаэль Азизов вот такой вопрос задал, компрометирующий. Константин Витальевич, а вы оформляете на местную анестезию отдельное согласие? Вы знаете, мы тут не так давно сделали локальный клинический протокол по профилактике вирусных тромбомболитических осложнений. Я имею в виду не клинику частную, я имею в виду больницу. Потому что там онкология большая и все остальное. И добавился еще один информационное согласие на профилактику вирусных тромбомболитических осложнений. И я сейчас боюсь в этой истории болезни, там, по-моему, уже, наверное, треть этой истории болезни это информированные согласия. Мне кажется, надо как-то делать одно согласие, чтобы там все это было учитано. У нас есть одно большое согласие, в которое прописано все, ну и в том числе это вопрос анестезии. Я побывал однажды пациентом в своей клинике. То количество росписей, которое я оставил в согласиях нам на все, что угодно, мне казалось, ну это запредельное какое-то количество. Андрей Викторович, а у вас на местную анестезию отдельный протокол оформляется? У нас в составе, в общем, согласия. То есть так же, как Константин Италий сказал? Да, да. Вопрос от Магобеда Арасланбекова. Насколько часто вы прибегаете к спинальной анестезии? Если все-таки воспользуетесь ею, как долго наблюдаете за пациентом после операции? Оксана Васильевна, у вас в клинике спинальная анестезия в почете? Нет, у нас нет анестезиолога. А, то есть у вас местная анестезия и точка. И все, да. Андрей Викторович? Абсолютно так же. Константин Витальевич, можно ли я его тоже? Да, не было необходимости. А у вас, вот касаемо клиника антирефлюкс, анестезиолог есть или тоже все своими силами? Нет, у нас анестезиолога нет. Я, честно говоря, в нем смысла не вижу, потому что с Оксаной Васильевной мы многократно говорили по поводу различных видов проводниковой анестезии. Вот я сам выполняю, наверное, все виды проводниковой анестезии, которые только есть, и коллеги, кто со мной работает. Тоже подпроводниковой анестезии. Мы делали раньше, кстати, очень много флибоктомий комбинированных, когда-то, когда еще, так сказать, там лазер был не так. Проводник кололи. Да, и мы делали совершенно нормально. Блокада трех нервов дает возможность сделать, например, страфическую язву, все что угодно, и человек не чувствует абсолютно. То есть нога просто как бы отстегивается. Единственное, есть проблема при этих видах анестезии, в том числе иногда выпадает двигательная чувствительность. Я ровно об этом хотел сказать. Двигательная функция. Но есть одна, как сейчас говорят, фишка. Если вы создаете, попадаете четко в путляр, в котором лежит нерв, и создаете высокое давление, то низкая концентрация препарата плюс высокое давление в путляре, где лежит нерв, создает такие, почему-то, я не знаю почему, такие условия, что выключается чувствительность болевая, но практически не страдает двигательная функция. Поэтому, если мы используем для блокады тот 0,1% раствор ледокаина, который мы используем, так сказать, для других вещей, и создаем хороший такой ползущий, тугов-ползущий инфлятор по Вишневскому, ну, в зоне фасального влагалища нерва, то люди эти у нас ходят. Правда, 4 человека идут нормально, 5-й обязательно нога подгибается, падает. У нас тоже при проводниках такая история была, к сожалению. Пациент пытается встать иногда с кушетки, и уже все, как бы до операционной не дойти. От Артема Юрьевича комментарий по поводу фармакологического действия артикаина, трихомоноцидное противопротозойное средство. И, Андрей Викторович, оно такое, или все же артикаин – это все же местная анестезия? Где, Артем Юрьевич, такое нашел вообще вредитель? Ну, возможно, это же все-таки паразит, да? Поэтому, возможно, так же артикаин, блокируя проведение на трехканал, блокируя натрий, он может как-то блокировать их активность, этих трехмонод. Но я об этом что-то мечтал. Скажите, пожалуйста, используете ли вы интралепид в своей практике? Оксана Васильевна, вы о нем рассказали, а он в клинике у вас есть, лежит на полке? Да, есть, лежит на полке. И тогда я вам же вопрос задам, насколько дорог этот препарат, этот липидный эмульсий, сколько у него срок годности? Это еще один вопрос был в параллеле. Не могу точно сказать, насколько он дорогой, потому как закупала его клиника, не я лично. Но купили без проблем. По первому моему требованию они закупили. И, если мне не изменять память, по-моему, два года у него срок годности. Коллеги, я прошу прощения. Дико извиняюсь, что перебиваю. Я, по всей видимости, ошибся. Я вот сейчас, когда... Да-да-да, я уже... Прошу в голове то, что я говорю. Не Атрикан препарат, Атаракс. У меня поговорка по Фрейду. Атрикан – это другое, не ускоряется, лекарство из другой группы. Атаракс, да. Атаракс. Трихомонад всем вылечили. Да-да-да-да. Атаракс. По упаковке. Еле попробовали. Теперь вы хоть не перепутали сейчас этот стул наладите. Ну, аккуратно. Скажите, пожалуйста, боль... А, Оксана Васильевна, вам вопрос. Основная выраженность болевого синдрома возникает при введении иглы. Каким образом нормализация PH будет влиять на болевые ощущения? Нет, никак. Но пациенты наши, они оценивают боль вообще. Не то, что... Мы же не спрашиваем, так, вот мы сейчас вас укололи, вам больно, а вот сейчас мы глубже будем вводить, вам как? Мы оценим в целом. То есть мы приготовили этот раствор и стали им обезболивать. И они нам по шкале нашей болевой, они же... Они ощущают то же самое. Те то же самое прокалывание кожи и головы. Тем не менее, они ставят ноль. Там или близко к нулю. То есть... О чем я хочу сказать? Что все эти топические средства, масса которых, они ненамного улучшат нам жизнь, если мы будем их использовать. Во всяком случае, те, которые сейчас в нашем обиходе есть. Понятно. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, аспирационные пробы, о которых вы рассказали, обязательные к использованию, как ими пользоваться при применении помпы? Ну, это сложно, да, пользоваться. Может быть, честно говоря, при применении помпы, тем более при каждом введении это практически невозможно осуществить. Возможно, надо какие-то делать дополнительные груши ставить или все что-то. Это все усложнит процедуру. Более того, мы влезем в техническую составляющую помпы, и там уже аппаратные осложнения начнутся. То, о чем мы скоро будем говорить. Ну, по крайней мере, с нас юристы это требуют, и надо хотя бы это написать в протоколе. Ну, возможно, на этом и остановить. То есть, вот предложение, если требуют, то написать в протоколе, чисто вот по-русски поступить. Я, на самом деле, достаточно часто так делаю, да, если надо, то... Все свои люди, поэтому... Да, нет, она не планирует такая история. Да, стандарты местной анестезии, так что это нужно писать обязательно. Оксана Васильевна, а вы в протоколе у себя пишете про аспирационные пробы, мы просто не пишем пока? Нет, мы тоже не пишем, и если отступить вот от этой юридической стороны, то мне кажется, что вот четкая визуализация иглы, она фактически, может быть, не на 100%, но на 99% нас обезопасит от введения раствора внутривенно. Спасибо. Кстати, вот вопросов юридических-то очень много. Я скажу, что у нас в том небольшом вопросничке, который мы попросим вас заполнить, у вас будет возможность высказаться по поводу необходимости еще и юридического компонента оценки местной анестезии, потому что Михаил Хаткевич дает комментарий, что упоминание реакции на любой препарат обязывает помимо определить антитела, направить на консультацию к аллергологу, ему вторит Алексей Надвиков. С юридической точки зрения мы обязаны отправить пациента к аллергологу при упоминании любой аллергии. Оксана Васильевна, у вас если пациент пришел, и он сказал, что у меня аллергия на навокаин, вот вы прям не верите, его обязательно отправите на иммуноглобулины или еще и к аллергологу отправите? Нет, я никуда не буду отправлять, зачем мы же не будем. Тем более, навокаин сейчас крайне редко используется. Я не вижу смысла вообще обследовать его. Возьмем его на операцию. Юридическая точка зрения, когда должны отправить к аллергологу, ну как бы она как минимум обсуждаема, да? То есть она не используется? Нет, нет, 100% не используется. Андрей Викторович, а у вас иммуноглобулины Е тоже делаются, насколько я понял, в клинике? Вы при любом навокаин, лидокаин, если кто-то хотя бы один препарат назвал, вы на оба препарата делаете? Ну, мы применяем препараты амидного ряда. Если пациент говорит, что аллергия на лидокаин, то мы его не используем. Но применяя артикаин, мы стараемся брать иммуноглобулины Е и консультировать у аллерголога-монолога. Это просто с юридической точки зрения будет более грамотно. Мы перестраховываемся, чтобы была запись в истории и какая-то бумажка от аллерголога. А вот у меня вопрос, Андрей Викторович. Они же, получается, амидный ряд или докаин и артикаин, они же оба из амидного ряда, если не ошибаюсь, верно? Да, да, да. И у них перекрестная аллергия не встречается? Нет, не встречается. Артикаин имеет немножко другой химический состав. Там есть дополнительное эфирное кольцо. И он по своему токсическому действию за счет этого эфирного кольца становится менее токсичным. И в результате этого перекрестной аллергии мы не встречали. Хотя это оба препараты из амидного ряда. Все правильно. Сейчас Оксане Васильевне вопрос задам. Увеличение концентрации или докаина ведет к закислению, это вот вопрос от наших коллег, к закислению раствора. То есть чем больше концентрация, тем больше гидрокарбоната. Тем ниже pH, да. То есть тем больше гидрокарбоната. Тем больше гидрокарбоната. В Вашей клинике различные концентрации вводятся. То есть я так понял, что на ЭВЛО 0,02%, а на мини-флебокотомию 0,05%. 0,05%. 0,05%. Андрей Викторович, Вы по универсальной среде работаете артикаином в одинаковом разведении везде? Абсолютно. Везде одинаково. Чтобы все быстро и не меняя банки, везде 0,03% раствор артикаин с динамином. И соды на все зоны. Оксана Васильевна, в одном из исследований Вы проводили 3000 мг дозировку. Это, по-моему, в флебологии одно из исследований было. Да, было. 3000 мг. Из тех данных, которые Андрей Викторович обозначил, это даже не в 2 раза, а в 10 раз выше токсической дозы. Андрей Викторович, там же, по-моему, 300 мг, да, токсической дозы? Нет. Я хочу сказать, что не все так просто с лидокаином. В среде дерматологов, то есть пластических хирургов, существует огромное количество исследований, которые оценивали безопасность лидокаина и его низких концентраций. Так вот, чем ниже концентрация, то есть это вот тот же самый кляйновский раствор, 0,05%, он считается безопасным. И уже вот этот раствор мы можем, по их данным, вводить в большем объеме. Мы можем вводить 15 мг на килограмм. Это большой объем. И они считают, что они и в плазме определяли уровень лидокаина при введении такой концентрации и такого объема. Но как бы во всех исследованиях заверяются, что это безопасно, введение такого количества лидокаина. Но если мы вернемся, вот вспомним ту табличку, которую я показывала, там применялся, во-первых, высококонцентрированные препараты, 0,3% лидокаин был, а у гинекологи вообще использовали 2% лидокаин. Они его местно колют? Они прямо это местная анестезия? Местно, да. Это уже инфильтрационная анестезия была. У гинекологов инфильтрационная, а у дерматологов они использовали эмлу и накладывали местно до 140 граммов и получили вот токсическое действие. Ну это из разряда экспериментов на людях нормально все получилось. Нет, это вот в случае описано в литературе. Да, Андрей Викторович, пожалуйста. Да, но вводя определенную дозу лидокаина, мы прежде всего ориентируемся на инструкции этого препарата, где этого ничего исследования не описано. И проверяющие организации, проверяющие истории наши, и не дай бог, какие-то юристы, когда они смотрят просто инструкции и никуда никаким исследования им это не нужно. То есть там 300 миллиграмм четко написано, это высший раз и высшая суточная доза. Про адреналин тоже там ничего не пишется, поэтому лучше больше 300 миллиграмм однократно не вводить. Так будет проще. Ну, я поспорю. Во-первых, про адреналин написано, и что мы при добавлении адреналина мы можем использовать 500, это четко прописано в инструкции. Это раз. А во-вторых, я не призываю использовать такой объем, который использует пластический хирург при липосакции. Нам это не надо. Нам не надо ввести 3 литра. Мы в литр укладываемся в большинстве случаев. А для того, чтобы нам приготовить литр анестетика использовали декай нам достаточно нормальных человеческих дозировок, которые не превышают максимально. Вот. Вам втворят, на самом деле, в параллель в чате и Рустям Чабаров, и Давид о Бире. Они говорят о том, что Кляйн предложил раствор для липосакции, то есть часть литокаина удалялась во время сакции. Ну, вот понятно. И учитывайте, что большая часть его забиралась в отсос. Вот примерно об этом речь, да? То есть мы можем... Да, да. Вот я опять вернусь к этим исследованиям пластической хирургии. Они доказали, что если такая высокая доза, как 35 мг на килограмм, то это обязательно надо с аспирацией. А вот если 15 мг на килограмм, то можно и не аспирировать. И так хорошо, он в высокой концентрации в плазме крови не будет, и это нетоксично для организма. Сейчас мы томисцентную анестезию с параллельной липосакцией начнем делать. Я не знаю. Помпа в обратную сторону и поехали работать. Смотрите, вот такое заключение. Сергей Ашмарин пишет, сколько по времени занимает местная анестезия при минифлебоктомии. Проводниковая анестезия может быть альтернативой. Всего 3 инъекции, никаких болевых ощущений у пациента во время операции. Оксана Васильевна, у меня к вам прямой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вы проводником в своей клинике не пользуетесь? Проводниковой анестезией. К сожалению, я получаю моторный блок чаще, чем этого хотелось бы. Поэтому практически каждый второй пациент мой не может встать с операционного стола и пойти. После эндовенозно-лазерной облитерации нам бы не хотелось, чтобы наши пациенты лежали. Они у нас должны ходить и быстро можем их отпустить домой. Константин Витальевич уже рассказывал, что когда мы делали открытые операции, то есть это стрейпинг, инфлюктомию в амбулаторных условиях, тогда да, мы использовали блок и наши пациенты лежали после операции. Допустим, если мы с утра делали операцию, в 9 часов начинали, то могли отпустить только после обеда. В час, в два. И то не всегда они могли нормально идти. То есть логистические издержки, которые, в общем-то, избыточные, потому что, с одной стороны, мы быстрее операцию сделали, но потом больше за пациентом наблюдать должны. Андрей Викторович, у Вас проводник, он используется в клинике или Вы тоже так вот по простате душевно только инфекционная анестезия? Да, ну, считается местная инфекционная анестезия самая безопасная из всех анестезий анестетиками, то есть проводниковая, она дает гораздо больше уже токсических реакций, потому что попасть в сосуд там гораздо проще, чем при инфекционной анестезии. Но мы не используем. И мы считаем также, что пациент должен сразу встать и ходить после операции. Спасибо. У нас иногда бывает, что мы при выполнении собственной операции, если пациент избыточно реагирует на эти уколы, мы иногда делаем блок ему в софинофеморальном соусте, но прямо в процессе уже. И изначально, как бы, получается, конечно, меняем вид анестезии, сейчас у меня камни полетят за то, что я информированное согласие на проводниковую анестезию не взял. Слишком все оказывается непросто в нашей жизни. Константин Витальевич, у вас только тумисцент на анестезии или вы тоже проводник сейчас используете? Вы рассказали о большом опыте. Откуда он у вас? При лазерном... Ну, опыт военный, честно говоря, потому что там приходилось применять... Военный лазер используют. Очень много, да. При нефилибологических всяких вмешательствах. А, естественно, этот опыт был потом перенесен во филибологию. Прежде всего, это операции при венозно-терапевтических язвах, когда надо делать то, что потом стали называть... Как это называется? Шейф-терапия. Шейф-терапия, да. Мы тогда это делали и не знали, что это шейф-терапия. И, естественно, это надо делать под хорошую анестезию. Вот блокада трех терапов работает идеальнейше при этих пациентах. Это первое. Значит, второе, когда мы делали комбинированные филибоктомии, мы их делали тоже под проводниковую анестезию. Второе. Так. Ну и, наверное, может быть, что-то я упустил. Ну вот, это двоя-таки большая группа пациентов, где это дело использовалось. При лазерной абитрации я не вижу смысла никакого использовать проводниковую анестезию, потому что... Ну, а зачем? Отлично. Константин Витальевич, я на самом деле большую часть вопросов озвучил, прям, ну, подавляющее большинство озвучил. Если у вас еще есть, потому что я знаю, что у вас отдельный источник вопросов есть, не-не-не, у нас чат еще не готов, у нас чат будет на сайте, вот обещают, что у нас следующее уже мероприятие будет и чат, и контроль присутствия, там будут всплывающие баннеры, которые надо будет закрывать, то есть все для ММО. Сейчас пока нету, поэтому сейчас все идет через чат, через Zoom. Не знаю, меня всегда контролируют, чтобы я на мероприятии сидел в камере. Константин Витальевич контролирует. В камере... Да, это я шучу, конечно. В принципе, можно, наверное, в камере, но мы же не сможем всех отслеживать полностью. Большое окно и большой профиль, Константин Витальевич. Шутки в сторону, 43 минутки, у нас остается 17 минут, я думаю, что самое время открыть опроснички и перейти к финальной части. Окей, значит, я сейчас сделаю демонстрацию экрана. Я сразу скажу, что сегодня, уважаемые коллеги, артериальная недостаточность, там, критическая ишемия, это прям для флеболога не самый типовой вопрос, и наше следующее мероприятие, оно будет посвящено не тому, чтобы из флеболога сделать сосудистого хирурга или там специалиста по рентгеноваскулярной хирургии. Оно будет посвящено тому, как отличить артериальную язву от венозной. Так, у нас был Вячеслав Завадский, который очень методичненько раскладывал дифференциальную диагностику, я попросил его выступить с подобным сообщением, он подготовит хотя бы дифференциальную диагностику трофических язв. И еще будут обозначены ключевые, скажем так, требования руководящих документов, как поступать с пациентами, у которых есть критическая ишемия. Кому отдать, какой препарат назначить, какой препарат не назначить и о каких думать перспективах у пациента. Спасибо, Константин Витальевич, вам спасибо. Уже, мои коллеги, да, вы видите, наверное, рабочий стол, это система Moodle, в которой мы ведем дистанционное обучение. У нас идет трансляция по прямой ссылке вот здесь в систему Moodle. Вот у нас сертиф... тест. Значит, я открываю тест, показываю, все, тест виден. Я нажимаю сюда, вот он, это тест. Тест такой достаточно простой, незамысловатый и даже это, может быть, не совсем тест, потому что там, как сказать, нельзя получить двойку за него. После того, как вы проходите тест, получается, вам появляется возможность скачать сертификат. Тест прошли, я вот уже тест прошел и нажимаю скачать сертификат, скачать сертификат. Вот. И вот он сертификат скачан. Видно сертификат, да? Да, у человека вместо головы актуальна флебология анестезиолога. Ну, это я специально, честно говоря, так сделал, чтобы скрыть лицо анестезиологам, чтобы, может быть, кто-то его знает. Поэтому такой сертификат можно будет скачать, перейдя по этой ссылочке по столу, вы ответьте на вопросы. Значит, отвечайте на вопросы и мы это все дело будем обрабатывать информацию. Потом в следующем онлайн-колодке Сергей Михайлович расскажет, что у нас там получилось. Ну, там вопрос сложный, на самом деле, для несосудистого хирурга. Попробуйте. Интересно будет. Попробуйте. Интересно. Я немножко от себя хочу добавить, что у нас же такое мероприятие онлайн-колодки более образовательные вещи носят, поэтому хотелось бы не в своем не засиживаться в своей тематике флебологической, немножко как-то вправо-влево расширяться. Поэтому мы будем стараться приглашать специалистов разных профилей, поскольку флебология она очень близка к сосудистой хирургии и больные действительно бывают такие. Бывает у пациента какая-то такая патология артериальная, которая требует какого-то лечения, каких-то знаний и хотя бы элементарных каких-то навыков диагностики во всем остальном. Поэтому мне кажется, что мы правильного с Евгением Халачем решили сделать это с трофических язв, точнее не совсем с трофических язв, в венах это трофические язвы, про артериальную патологию наверное неправильно говорить трофические язвы, это все-таки правильный термин это критическая ишемия. То есть будет идти вот такой гнойно-некротической патологии скажем так при венозной и артериальной недостаточности. Здорово. Тогда если вы позволите тогда уже финальным словам будем переходить Константин Витальевич слово наверное спикером предоставим. Ну что если вопросов нет уважаемые коллеги у нас есть такая давняя уже традиция в конце нашего онлайн-коллоквиума каждый из экспертов который у нас присутствовал и рассказывал на вопросы должен что-то такое вот сказать ну что-то коллегам сказать что-то сказать о нашем сегодняшнем онлайн-мероприятии может быть что-то не понравилось или наоборот понравилось может быть сделать задел на будущее сказать вот мы разобрали сегодня очень интересную тему но мы вот здесь не затронули такой-то и такой-то вопрос поэтому предлагаю его затронуть на следующем какое-то мероприятие давайте Оксана Васильевна я на таком мероприятии в качестве спикера впервые мне очень понравилась теплая такая атмосфера дружеские лица которых невозможно реально увидеть из-за некоторых обстоятельств но я думаю что в ближайшее время все это закончится мы встретимся потому что на самом деле хочется реального общения тем не менее этот коллоквиум позволил ощутить такую атмосферу обсуждения рабочих вопросов в компании друзей так скажем плюс мне понравились вопросы которые сдавали такие по существу имеющие под собой такое практическое применение интерес вот такой живой интерес я думаю что в плане анестезии наверное на будущее вряд ли что-то такое грандиозное можно обсудить вообще мероприятия подобного рода я думаю должны жить и должны проводиться это очень полезно и для спикеров и для слушателей мне очень понравилось спасибо спасибо Александр Васильев Андрей Викторович мне тоже очень было приятно и спасибо за приглашение что вы меня позвали и вы помните наверное когда 6 лет назад я к вам приехал в клинику еще в Москву начинающим ну не начинающим флебологом а вы меня показали несколько операций это было всего 6 лет назад мы общаемся на колоквами я считаю это очень почетно спасибо большое что вы меня пригласили надеюсь скоро вся ситуация с коронавирусом закончится и мы все встретимся и в связи с этим приглашаю вас всех в Иваново это конечно город невест и родина других препаратов для флебологии не буду об этом сейчас говорить и на рыбалку приезжайте к нам и отдыхать мы всех ждем мы всех друзей ждем к себе в гости а что касается формата конференции все очень здорово по домашнему можно задать любой вопрос обдумать задать его обсудить и ну просто здорово не выходя из дома надо это продолжать укреплять эти форматы конференции и дальше общаться спасибо всем большое спасибо Андрей Викторович Сергей Михайлович я наверное по традиции поблагодарю спикеров мне сегодня на самом деле очень понравились сами доклады они теоретически такие прям правильные выверенные они очень практические на самом деле те вопросы которые вы видели в чате но по большей части они действительно касаются реально практических вопросов то есть люди сталкиваются с вопросами наша местная анестезия не идеальна давайте если честно отдадим как бы вот все правду будем друг другу по крайней мере говорить она не идеальна и вот эти вот попытки сделать что-то лучшее давайте так давайте это тем более ссылками на тех специалистов которые уже проходили эти вот это уже выполняли в своей практике это получилось это не получилось возможно задать вопрос тем специалистов которые оперируют очень много ну для меня это очень полезно потому как это решение реальных практических вопросов мы не всегда на конференциях задаем практические вопросы мы иногда обсуждаем чисто теоретические темы здесь у нас было очень много практики для меня как практикующего специалиста это очень приятно по поводу живого интереса мы стараемся менять вебинары правильно колоквами наверное сказать и мы чередуем темы между чисто практическими и вот несколько там теоретическими следующие мероприятия наверное оно будет хоть и практики касаться но оно в теории будет я скажу уже там супер спойлер что называется а последнее мероприятие этого года это вообще будет аппаратное осложнение и юридический аспект но как бы выгородить врача если у него сложилось аппаратное осложнение то есть что мы будем делать всеми юристами если у нас отвалилась головка или не дай бог пациент погиб из-за того что неправильно сработала техника и поймите такие мероприятия тоже должны быть поэтому вот это вот всестороннее раскрытие различных аспектов нашей деятельности для меня это приятно то что мы можем что-то полезное сделать я надеюсь что наши уважаемые спикеры найдут еще возможность и посетят нас потому как вопрос у меня еще есть к обоим нашим участникам вопрос касающийся не только местной анестезии у нас еще есть такое мероприятие заготовленное что называется козырь в кармане по поводу другого аспекта деятельности флеболога поэтому надеюсь это все будет повторяться надеюсь будем встречаться чаще и вижу по отзывам что все получилось все удалось спасибо вам уважаемые зрители потому что без вашего участия без вашей активной позиции ничего бы не получилось спасибо спасибо Сергей Михайлович ну что уважаемые коллеги могу сказать что у нас там есть такая внизу ссылочка в мудл в системе мудл в которой мы ведем трансляции обучаем флебологов там есть ссылочка можно задать вопросы через все мессенджеры которые только существуют и вот мне сейчас вот буквально сейчас вот в эту минуту пришел такой не вопрос а ремарка в городе Анапе в 19-м году был смертельный исход на ледокаин в виде аэрозоля у лор-врача мальчик 14 лет погиб так что ну я думаю что в конце нашего онлайн колокома такая печальная новость она заставит коллеги задуматься что надо вот как-то все-таки к местной аэнстезии относиться серьезно это все-таки вмешательство в человеческую жизнь ну что я еще раз благодарю всех участников которые приняли у нас сегодняшний онлайн колоком у нас было 136 человек и конечно же нашим уважаемым экспертам спикером Оксаной Васильевной Андрею Викторовичу очень здорово мне вот честно говоря всегда очень приятно вас слушать потому что вы делаете вот с такой как Сергей Михайлович сказал очень хорошей практической стороны у вас в ваших то что вы говорите нету каких-то вот ненужных ссылок отсылок каких-то там авторов которые не имеют отношения к этой практической работе а чувствуется большой практический опыт и любовь к своей работе ну что уважаемые коллеги всех рад был очень видеть спасибо увидимся в следующий вторник 19 часов в Москве всего вам доброго до свидания счастливо до встречи до свидания до свидания